Здравствуйте! Новости на телеканале НЕКОПЛЮС. В студии Анастасия Мячина. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Надеемся, что сегодня консоль для основных объектов будут подключены. Тепло по-прежнему не везде и не всем. Александр Гнетнев следит за тем, как реализуется отопительный сезон республики. Я прямое указание отдаю, чтобы контракт был расторгнут. 80 малышей, которым в этом году обещали места в детском саду, в него не попадут. Компания из Вологды не справилась со своей работой. Петрозаводские власти идут на крайние меры. Я хочу отстоять свои конституционные права. Почему я должен покидать свое место жительства на время фестиваля? Житель Петрозаводска намерен отстаивать свои права в суде. Поводом обращения в храм Фемиды послужил уж больно шумный рок-фестиваль Северик. Районы отчитались в режиме онлайн. Сегодня в столице Карелии состоялось совещание межведомственной комиссии с участием руководителей районов. Обсуждали тепло, которое должно было поступить в квартиры жителей республики уже в конце сентября. Однако тепло по-прежнему не везде и не всем. Александр Гнетнев продолжит. Суаярви и Сегежа. Эти точки на карте оказались в этот отопительный сезон одними из самых холодных. Руководители Суаярви, к примеру, так настроили веб-камеру, чтобы их было вообще поменьше видно. Наверное, предчувствуя критику в свой адрес. В городе 67 тонн мазута. Обещают привезти еще. Но есть риск, что топливо все время будет идти с колес и город рано или поздно замерзнет. Нужно задуматься о резервах. Создание какого-то резервного запаса со стороны поселения или что-то каким-то образом, чтобы не получилось у нас ситуация, когда 20-градусный мороз, люди могут просто замерзнуть. Уже довольно долго подключают к теплу Сегежу. А она все никак не подключается. Надеемся, что сегодня консультанты основные объекты будут подключены. А пока в Сегеже живут обещаниями. Обещались с вами в телефонном режиме суббота-воскресенье, но почему-то так и вы не поучаствовали в нашей работе в звене Сегежа, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Москва. Анатолий Николаевич, ну целый микрорайон, 18 домов, полторы тысячи человек, 300 детишек с лишним. А главы нет. Работаем с теплоснабжающей организацией, с руководителем. Адекватный, вполне нормальный руководитель. Главы города нет. Это не здорово. Глав районов пожурили, на чем и закончили совещание. Отопительному сезону придется посвятить еще не одну встречу. Единым диспетчерским службам в районах порекомендовали проводить ежедневный мониторинг котельных во избежание внезапных отключений тепла. Александр Гнетнев, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. В Петрозаводске завершается ремонт дорог. В этом году город потратил на проведение петрозаводских трасс в порядок более 70 миллионов рублей. Сегодня состоялась приемка в эксплуатацию еще одного отремонтированного участка. Пересечение улицы Лососинской и Коммунальной. На выполнение этих работ потрачено 6,5 миллионов рублей. В этом году администрация постаралась обеспечить беспрепятственный проезд к самым отдаленным микрорайонам города. По этой причине летом приведены в порядок несколько трасс, находящихся на периферии. Отремонтирована улица Соломинская. Комфортнее стало перемещаться и по улицам Зарики. Дорожники потрудились на улице Ригачино. В этом году завершен капитальный ремонт полотна на улице Петрова. Стоимость этих работ составила почти 22 миллиона рублей. За два года, за 10-11 год мы, по сути дела, проинвестировали в дорожную отрасль города Петрозаводска порядка 900 миллионов рублей. Это очень серьезные деньги. Я думаю, что состояние дорог, по нашей оценке, по оценке администрации города, значительно улучшилось. На все вновь отремонтированные дороги действует 7-летняя гарантия. Всевозникшие в гарантийный срок дефекты должен устранять подрядчик. Сегодня в республике проживает около 700 тысяч человек. Из них 20 тысяч страдают сахарным диабетом. Практически население целого районного города. Однако глюкометры, тест-полоски, а также инсулин и другие необходимые лекарства сегодня практически невозможно купить на льготной основе. Для решения этой проблемы депутатами ЗАГС Собрания Карелии был разработан новый законопроект. Авторы законопроекта убеждены, что проблема с доступностью льготных лекарств и средств самоконтроля для больных с сахарным диабетом решаема. Причем решить ее можно без титанических финансовых усилий со стороны республиканского бюджета. Законопроект требует порядка 70 миллионов рублей в год. Я думаю, это не такие средства, которые требуют серьезных поисков в бюджете. На мой взгляд, важно решить эту проблему для того, чтобы люди наконец почувствовали, что они нужны и государству, они нужны и республике, и снять эти болевые точки. Причин почувствовать себя ненужными у больных с сахарным диабетом немало. К примеру, на данный момент в их распоряжении есть два способа получения льготных лекарств и средств самоконтроля. Либо стать инвалидом и получать все необходимое по инвалидности, либо покупать за свои кровные. Есть, конечно, и третий способ, альтернативный, запастись терпением и ждать. Однако люди, выбравшие этот путь, обычно приходят к первым двум. Либо инвалидность, либо лекарство за свой счет. Так что лучше действовать превентивно, это значительно дешевле, это значительно человечнее. Не надо доводить эту ситуацию до инвалидности. Поэтому данные законопроекты надо поддерживать. На заседании Комитета по социальной политике законопроект был рекомендован для рассмотрения на ближайшей сессии законодательного собрания. Но при одном условии. Если до 19 октября будет получено заключение главы республики. Проект, получивший горячее одобрение депутатов, был отправлен в правительство еще в начале сентября. Однако там с ответом явно не спешат. Если ответ не будет получен в срок, рассмотрение законопроекта может значительно затянуться. А следовательно, больные с сахарным диабетом по-прежнему будут лишены возможности получать льготные лекарства и средства самоконтроля. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал НЕКО+. 80 малышей, которым в этом году обещали места в детском саду, в него не попадут. Четыре новые группы должны были открыться на первом этаже 35-й школы 1 сентября. Но подрядчик не справился с работой, попросив отсрочку до ноября. Сегодня городская комиссия выехала на место, чтобы оценить ход работ. Выводы неутешительны. Компания из Вологды не справилась со своей работой. Дошкольные группы отремонтированы в срок не будут. Вместо детского сада не детское разгильдяйство. 1 сентября сюда должны были прийти 80 дошколят. Я прямое указание даю, чтобы контракт был расторгнут. Подрядная организация была внесена в список недобросовестных поставщиков муниципальных и государственных услуг, с тем, чтобы ни на одном конкурсе больше в Российской Федерации не смогли уже принимать участие. Подрядная организация ВМС «Строй» из Вологды. Конкурс на проведение работы не выиграли на электронных торгах, которые по 93-му федеральному закону обязаны проводить все муниципалитеты. На работу им было выделено 8 миллионов рублей. И работы, уверяет подрядчик, они проводят. Просто очень медленно. Заложники ситуации в руках такого недобросовестного подрядчика. И самое удручающее то, что расторжение контракта – это очень длительная процедура, потому что в добровольном порядке они не намерены расставаться. Это через арбитражный суд. Соответственно, подозреваем, что будут обжаловать решение. И в порядке трех месяцев может уйти только на расторжение контракта и затем последующие новые торги. На все необходимые процедуры уйдет не меньше полугода. Этот детский сад сможет принять малышей в лучшем случае только летом следующего года. Впрочем, не все подрядчики такие. О том, сколько мест в детских садах все же появится в Петрозаводске, расскажем завтра в программе «Решаем вместе». Она выйдет в эфир в 19.20. Петрозаводчанин намерен подать в суд на организаторов фестиваля «Северик». Подробности сразу после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. Строительная компания «Век» представляет. Новый малоэтажный жилой комплекс «Северное сияние» это гармония карельской природы и европейской экоархитектуры. Это своя парковка, два прилегающих земельных участка и, конечно, отдельный вход для каждой семьи. Жилой комплекс «Северное сияние». Близко от центра, далеко от суеты. Уникальные методики лечения заболеваний спины и суставов. Костная клиника. Чайкиной 5. Хотите жить в райском уголке? С СПК это проще простого. Квартиры в жилом комплексе «Райский уголок» в поселке Марциальные воды. Строительно-финансовая компания. Мурманская, 26А. Телефон 63-55-91. Стоматологическая клиника «Лайт». Добро пожаловать в мир безмятежного спокойствия. Расслабьтесь и приятного отдыха. Стоматологическая клиника «Лайт». Набережная Варкулса, 25. Телефон 70-92-92. В магазине «Позитроника» ты купишь ноутбук с дисплеем 15 дюймов и двухъядерным процессором всего за 12 790. Круто! «Позитроника» Гоголевский центр. Новый магазин современной мебели для вашего дома. Корпусная и мягкая мебель от лидеров мебельного рынка России «Фабрик Фран» и «Ваш День». Оригинальный дизайн и высокое качество. Новый магазин современной мебели на Октябрьском 5. Вы смотрите новости на телеканале Ника Плюс. Мы продолжаем. Житель Петрозаводска Алексей Суховей намерен отстаивать свои права в суде. Поводом обращения в храм Фемиды послужил рок-фестиваль «Северик». Этим летом власти провели его в центре города прямо под окнами у петрозаводчан. В результате в течение двух дней горожане были лишены покоя. Ответ из Роспотребнадзора, Госкомспорта, от главы республики и прокуратуры. За каких-то два месяца внушительная переписка, вернее отписки. Но Алексей Евгеньевич сдаваться не намерен. Теперь он подал иск в суд. Я хочу отстоять свои конституционные права. Почему я должен покидать свое место жительства на время фестиваля? Тот же Шорохов, первый заместитель председателя государственного комитета, мне предложил уехать из города. Почему я должен уезжать? Покинуть свое жилище чиновники предложили на время проведения рок-фестиваля «Северик». Два летних выходных дня он гремел под окнами петрозаводчан. Алексею Евгеньевичу выпало несчастье – жить прямо у концертной площадки. Но я безработный, у меня нет денег! Дома приеду! По замыслу организаторов фестиваль должен был украсить карельскую столицу. Принципиальное решение главы республики – фестиваль безалкогольный. Принципиальное решение главы республики – фестиваль бесплатный. Принципиальное решение – фестиваль украшает. На организацию фестиваля «Северик» власти потратили немалые средства, предположительно более 4 миллионов рублей. На что пошли эти деньги? Многие гадают до сих пор, в том числе и простой горожанин Алексей Суховей. Во время фестиваля «Северик» было размещено 8 биотуалетов. И основная масса граждан, направляющих естественные надобности, оказалась у меня во дворе. Были уделаны машины, были уделаны стены зданий. Причем сотрудник полиции находился буквально в 20 метрах от этих граждан и никакой реакции. Я не против этих мероприятий как таковых. Организуйте правильно. Алексей Евгеньевич считает, что организатор фестиваля на тот момент – это республиканский Коскомспорт – просто не справился с проведением такого масштабного мероприятия. Свои права он намерен отстаивать в суде. Пока только он, остальные жители его дома, объясняет Суховей, боятся идти против системы. Светлана Воробьева, Евгений Евдокимов, телеканал «Ника плюс». Это все новости к этому часу. А я с вами не прощаюсь. Вас ждет программа «Гость в студии». До встречи через несколько секунд. Читайте в свежем номере газеты ТВР «Панорама». Тепло ли тебе, Карелия? Везде ли в республике начался отопительный сезон? А у нас в поселке ГЭС. Почему новая гидроэлектростанция не улучшила жизнь поселка Ляскеля? Тамбицы – вне зоны доступа. Единственную дорогу отремонтировали, ямы остались. Все это и многое другое вы найдете в свежем номере газеты ТВР «Панорама», который выходит завтра. Субтитры создавал DimaTorzok «Вклады РФ». Все, что вы хотели узнать о вкладах. Банк Возрождения. Банк, который всегда с тобой. Кстати, ставки по вкладам выросли. Обаяние северной природы. Комфортные номера со всеми удобствами. Русская баня, сауна, бильярд. Великолепная домашняя кухня. Отличная возможность забыть о городской суете. База отдыха «Плотина». 16-й километр Лососинского шоссе. Телефон 2639-00. Свой стиль для каждого. Они такие разные. Но их объединяет одно. Все они одеваются в третьей линии Гоголевского центра и в магазине мужской одежды на Московской 8. Сигма. Отличные цены. Форель, охлажденная, непотрошенная 1 килограмм. 169,90. Сигма. Бережем ваше время и деньги. Телеканал «Семерка» представляет. Сериал «Комиссар Рекс». С 12 октября. Премьера сезона. Только на «Семерке». Осень в духе «Оджи». Твой стиль. Твоя философия. Твои цены. «Оджи». Мужская и женская коллекция. Кредиты наличными. Русславбанк. Минимум документов. Быстрое оформление. Оформи заявку по телефону 79-28-53. 78-53-69. «Отель Каливала» – это возможность забыть обо всех проблемах и душевно провести время с семьей, коллегами или друзьями. Это все необходимое для проведения любого торжества или корпоративного мероприятия. Это изумительная кухня и сказочная атмосфера. «Отель Каливала». В программе «Домашний доктор. Синдром раздраженного кишечника». В студии «Доктор медицинских наук. Профессор Ольга Дуданова». Смотрите «Домашний доктор» 12 октября в 19 часов на телеканале Ника+. Субтитры создавал DimaTorzok